Добрый вечер. В прямом эфире большие новости на телеканале НИСЕЙ в студии Анастасия Лушникова. Сегодня жители Красноярска и края, как и всей России, выражают соболезнования семьям погибших и пострадавших в теракте, который произошел накануне в питерском метро. О том, как вся страна поддерживает питерцев и какие дополнительные меры будут приняты на вокзалах и в аэропортах, расскажем в ближайшее время. А пока коротко о главных темах сегодняшнего дня. Спецслужбы усиливают меры безопасности в аэропортах и на вокзалах после теракта в Петербурге. Что изменится для пассажиров? Сведений о красноярцах погибших или пострадавших в результате террористического акта в городе Санкт-Петербурге нет. Красноярский коммунальный моц закроют на капитальный ремонт 19 мая. Сколько продлятся работы и как организуют движение? Предусмотрено введение ограничений для всех видов транспорта, кроме специализированного. В один из детских домов края приехали сотрудники заповедника Таймырский. Как все вместе они участвуют в проекте «Наши дети». Мы же телевизор смотрим и как бы в стороне остаться. У нас уже у всех есть дети, внуки. И хотелось хотя бы какому-нибудь ребенку подарить частицу добра. И животноводы на юге края взялись за разведение моралов. Сколько особей благородных оленей живет на одной ферме. Производство не цикличное, не постоянное. И доход денег всего один раз в год. Панты сдали, получили. Все. Накануне в метро Санкт-Петербурга прогремели взрывы. По последним данным погибли 14 человек. Более 50 получили ранения. Личность террориста-смертника, приведшего в действие бомбу, предварительно установлена. Как изменится работа правоохранительных органов после этих событий, узнавала Анна Московских. Есть слово. Поезда и самолеты, автобусы и, как в случае с Санкт-Петербургом, метро. Общественный транспорт, которым мы пользуемся каждый день. Мы доверяем своей жизни машинисту, водителю, пилоту. Пишем близким. Скоро буду. И не задумываемся о том, насколько безопасна наша поездка. Железнодорожный вокзал – место, где ежедневный трафик исчисляется тысячами людей. Это обусловлено географическим положением. Красноярск соедет в самом сердце страны. Безопасность здесь обеспечивают сотрудники полиции и частных охранных агентств. Их число увеличено. В обычное время на вокзале работает один кинолог с собакой. Пока же решено вывести двух. Они постоянно патрулируют и перрон, и зал ожидания. Обычный день работает. У нас четыре поста полиции. На сегодняшний день пять постов работает полиция. 14 постов охраны работает, частного охранного предприятия. У нас на сегодняшний день ограничены входы в вокзал. Проводится объявление по громкоговорящей связи, о повышении бдительности для пассажиров. Значит, проинструктированы все сотрудники вокзала, сотрудники полиции, сотрудники аудсорсинговых компаний, частных охранных предприятий. Еще один объект стратегического значения – аэропорт. О трагедии, случившейся в небе над Синайским полуостровом, многие до сих пор вспоминают в Содрагане. В аэропортах всегда были серьезные меры безопасности. Сейчас же увеличено количество сотрудников на всех пунктах досмотра. В настоящее время аэропорт Красноярск работает в усиленном режиме авиационной безопасности. В аэропорту приняты дополнительные меры по обеспечению транспортной безопасности, в том числе усилены входные и предполетные досмотры. Все рейсы обслуживаются по расписанию. По информации Управления ФСБ России по краю, все сотрудники переведены в усиленный режим работы на одной из главных задач ведомства – противодействие терроризму и экстремизму. Сведений о красноярцах погибших или пострадавших в результате террористического акта в городе Санкт-Петербурге нет. В настоящее время сотрудниками управления проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление, выявление лиц, возможно, причастных к преступлению, совершенному в городе Санкт-Петербурге. Сотрудники спецслужб заявляют, сейчас в нашем регионе террористической угрозы нет. Но бдительность терять не стоит. В случае обнаружения бесхозных предметов или получения информации о вероятной террористической деятельности, жители региона просят обращаться в дежурные службы или на телефон доверия правоохранительных органов. Анна Московских, Всеволод Никитин. Новости. Красноярцы выражают поддержку жителям северной столицы. С раннего утра к памятнику детям блокадного Ленинграда приходят люди и возлагают цветы и свечи. У многих есть родные и близкие в Санкт-Петербурге, поэтому случившиеся за тысячи километров красноярцы воспринимают как личную трагедию. Схожие чувства испытывают и те, у кого нет родственников в северном городе. Пришедшая в Санкт-Петербурге беда осплотила людей из разных концов страны. У меня там много друзей. И переполняет чувство горечи и ярости по поводу всего того, что случилось. Все, я соболезную. Вы звонили друзьям? Да, конечно, сразу все. Ну, многие напуганы, но большинство нормально держится. Я просто услышала по телевизору, что можно выразить таким образом свое участие в этом. И поэтому пришла. Губернатор Края Виктор Толоконский также почтил сегодня память погибших в теракте жителей Санкт-Петербурга и возложил цветы к монументу, который для красноярцев ассоциируется с северной столицей. И жители Края также сегодня выразили слова поддержки питерца. Слова поддержки, конечно, трудно найти в такой ситуации. И просто это все очень страшно. И не хочется, чтобы это было где-то рядом. Кажется, это все эти военные действия где-то далеко. И не хочется этого переживать совершенно. Ну, людям, ну, просто, наверное, какого-то сплочения, что ли, большего пожелать. Чтобы, ну, не знаю, чтобы были внимательнее друг к другу, добрее. Как-то больше поддержки, чтобы друг от друга чувствовали. Новость, конечно, страшная, неприятная. И не хочется верить, что вообще все это произошло. Кажется, что Петербург от нас очень далеко. Но все-таки мы являемся жителями одной большой страны. Хотелось бы, чтобы не было больше таких террористических актов усилить. Значит, надо в спецслужбы, чтобы следили. Это же близкие люди, это же наша страна. И поэтому мы переживаем за них, молимся за них. Мы верим в Бога, я верю в Бога. Ну, а что петербургцам можно сказать? Мы с ними. В интерактивной студии моя соведущая Наталья Винокурова. Наташа, здравствуй. Ты весь день собираешь информацию и мнение людей о том, что случилось, что говорят и пишут тебе слово. Анастасия, с особым чувством сегодня приветствую вас. И вас, уважаемые телезрители, мы сегодня рассказываем о том, как жители нашей страны, края, городов и районов поддерживают петербургцев. Но помню, что в метро на станции Синаи Технологический университет по последним данным погибли 14 человек, около 50 пострадали. И мы дозвонились людям, которые живут в Петербурге, ну или находились в северной столице по своим каким-то рабочим не только моментам. И вот что они рассказывают. Давайте послушаем. Мне надо было ехать на станцию Московская. Это как раз почти конечные осенние ветки. И как раз через эти две станции. Я задержалась, и я бежала бегом в метро. И как раз вот в это время я сбегаю в метро, и уже оно закрыто. И я не понимаю, что происходит. Это было буквально вот несколько минут. Ну, может, минут 10 прошло вот этих взрывов. Я считаю, что мне очень повезло. Центральные станции метро пересадочные, на которых мог оказаться каждый. Например, отец мой работает рядом с технологическим институтом. В общем-то, каждый день пользуется этой веткой. Центр был парализован, потому как все метро перестало работать. Люди из подземки поднялись наружу. Многокилометровые очереди на остановках транспорта. Но несмотря на всеобщее подавленное состояние и страх, хочется сказать, что горжусь за петербуржцев, которые, во-первых, не потеряли самообладание и помогали людям выбраться из взорванного вагона, а во-вторых, тем водителям, которые подвозили людей до дома. Это чувствовалось, что город сплотился. Из знакомых все живы и здоровы. Наоборот, были люди, которые помогали и были в тот момент не в том вагоне, но в соседнем, и знакомый выбегал и помогал доставать людей оттуда. Знакомые шли вчера от университета 4 часа до дома, потому что живут далеко. Но вариантов поехать на такси не было, потому что все было занято. Все считают, что нужно немного успокоиться и не выходить лишний раз на улицу, потому что все равно всем страшно заходить в метро. Находились в Санкт-Петербурге на встрече с президентом, участниками с президентом форума, когда встреча проходила в завершение. Один в один час не попрощался, уехал, и мы стали рассаживаться по автобусам, которые были сидящими в автобусе. Звонили телефоны, их родные, близкие, интересовались состоянием. Когда приехали в гостиницу, через некоторое время на входе был выставлен пост охраны. Малый человек стал обитать в страну, то есть сегодня, по рекомендации правоохранительных органов для пристального внимания тем, кто приходит детей с улицы. Один из наших коллег из Калуги сказал, что один из тех, кто погиб в результате этого взрыва, 18-летний молодой парнишка, знакомый его, и там тоже просто подруги. Ну и теперь непосредственно к словам поддержки, которые уважают красноярцы. И не только Евгений Донец. Нехорошие люди бьют по большим городам, чтобы об этом больше говорили. Соболезнования петербуржцам. Алексей Клишко. Трагедия в Питере. Это волнение за друзей и близких, живущих, гостящих в этом городе на Неве. Чувство беспомощности. Ты никак не можешь это ни предугадать, ни предотвратить. Непонимание людей, которые используют человеческие жизни, чтобы что-то кому-то доказать. Это уважение к машинисту, который не оставил после взрыва состав, а привел его на станцию, тем самым спасая жизни людей. Гордость за питерцев, которые сразу и безо всяких призывов бросились помогать раненым и пострадавшим. Это много вопросов к миру и себя. Берегите родных. Ну, картина произошедшего, безусловно, будет еще дополняться. И к словам поддержки мы вернемся в этом выпуске не раз. Анастасия. Мы продолжаем следить за этой темой в рамках больших новостей. Далее короткий анонс, и мы вернемся в студию. Как изменится схема движения во время ремонта коммунального моста? Расскажем прямо сейчас. Сегодня объявили сроки ремонта коммунального моста в Красноярске. В общей сложности работы продлятся 4 месяца. Причем этим же летом масштабная реконструкция ждет еще несколько городских магистралей. Когда закроют движение на переправе через Анисей, почему городские власти и дорожные полицейские советуют красноярцам ходить пешком, расскажет Алина Штоколова. Капитальный ремонт коммунального моста начнется отсюда, с участка над Абаканской протокой. Движение здесь перекроют уже 19 мая. Однако добраться с острова Отдыха на левый берег все еще можно будет привычным способом. Однако через две недели, это в начале июня, мост полностью закроют для личного транспорта. Ремонт продлится 120 дней. Все это время ездить по мосту смогут только автобусы и спецтранспорт. В этом году работы проведут на двух отрезках. От правого берега до острова Отдыха и на путепроводе над улицей Дубровинского. Объем внушительный. За 4 месяца нужно заменить не только асфальт, но и гидроизоляцию, и деформационные швы. Гарантия на проделанные работы 5 лет. Сам ремонт предполагает полную замену дорожной одежды. К тому же проектировщикам были разработаны несколько вариантов, из которых потом выбран самый оптимальный. Здесь нужно отметить, что в первую очередь это не только дорожная одежда, это основание, которое будет также подвержено ремонту. То есть достаточно большое влияние оказывает как раз-таки на дальнейшее состояние эксплуатационно-проезжей части. Мероприятия по, ну так скажем, гидроизоляции и как раз-таки швы. Серьезные работы ожидают и другие городские магистрали. Капитальный ремонт проведут на проспектах Мира и Красноярском рабочем, а также на улице Маркса. Это тоже займет около 4 месяцев. Кроме того, привести в порядок планируют и улицы Вейнбаума, Перенсона, Игарскую, Дубровинского и Белинского. Здесь сроки проведения работ колеблются от 10 до 30 дней. Чтобы Красноярск не встал в многокилометровые пробки, специалисты много месяцев разрабатывали схему движения. В преддверии всех ремонтных работ в центральной части города мы возвращаемся к нашей схеме организации движения. Это улицы Лебедевой и Республики. Эти улицы на сегодняшний день показали хорошую альтернативу объезда центральных улиц, таких как Мира, Маркса, Ленина. И в рамках ремонта предполагается, что основная нагрузка ляжет именно на эти улицы. Схема движения на период масштабного дорожного ремонта опубликована на сайте городской администрации. Там же можно найти пути объезда и магистрали, которые будут ремонтировать этим летом. Водители обещают заблаговременно подготовить к переменам, но настоятельно рекомендуют пересесть на общественный транспорт. Первые несколько дней наряды ДПС будут оказывать помощь и содействие участникам дорожного движения, потому что предусмотрено введение ограничений для всех видов транспорта, кроме специализированного. Сейчас прорабатываем вопрос о введении на данном участке как раз путем полномочиями, вернее, заказчика, подрядчика, комплекса фото-видео фиксации нарушения правил дорожного движения, для того, чтобы наряды ДПС у нас не задействовались в местах, попросту не проводили впустую время. Они должны работать в аварийно-опасных участках в первую очередь. Капитальный ремонт магистрали включает в себя не только приведение в порядок асфальта, в планах, в числе прочего, устройства водоотводов, ливневых стоков и озеленения. Главная цель в том, чтобы улица приобрела единый облик, и горожан призывают выбрать, каким он должен быть. Голосовать можно на сайте администрации города. С сегодняшнего дня там, прямо на главной странице сайта, будет действовать ссылка активная. Можно выбрать варианты ограждений, урн, лавочек, озеленения, которые будут установлены на проспекте Ура. Таким образом, этим летом центр города обещают привести в порядок. А уже в следующем году Красноярск опять ждут серьезные дорожные работы. В это же время начнется ремонт второй части коммунального моста над основным руслом Ненисея. Алина Штокова, Максим Галат и Александр Гермашенко. Новости. Сегодня губернатор Виктор Толоконский провел ежегодную встречу с Советом Гражданской Ассамблеи. Сейчас в ее составе 130 различных общественных организаций по всему региону. Во время встречи удалось обсудить проблемы экологии, здравоохранения, образования и других отраслей. Сейчас Гражданская Ассамблея максимально широко представляет интересы общества, а главное проявляет инициативу для развития той или иной сферы жизни. Глава региона отметил, что необходимо найти формы совместной работы для решения самых разных вопросов. Мне всегда очень интересно, важно почувствовать степень остроты, способность государства и общества разрешать ту или иную проблему, потому что, опять же, всегда подчеркиваю, что главным субъектом развития, развития страны, региона, государства и общества является общество. Перечень поручений губернатора, причем перечень этих поручений будет с нами же, собственно, обсужден предварительно, то есть мы доформулируем их. Ну и потом общественный контроль в соответствии с законом за тем, каким образом мы сами вместе с органами государственной власти будем решать эти вопросы. Как с помощью тока высокой частоты лечат боль пациентам Федерального клинического центра ФМБА? Расскажем через пару минут. Вы смотрите Большие Новости на телеканале НИСЕ и мы продолжаем выпуск. Люди со всех уголков края, начиная со вчерашнего вечера, пишут слова поддержки жителям Санкт-Петербурга, города, где вчера прогремел взрыв метро, был совершен теракт. Наталья Винокурова расскажет об этом подробнее. Наташа, вам слово. Спасибо, Анастасия. И в связи с произошедшим в Санкт-Петербурге мы созвонили с депутатом Государственной Думы от Красноярского края. Он также является заместителем, председателем комитета в нашем парламенте по обороне Юрием Швыткиным. Вопрос, который ему задали, что сделать, чтобы снизить риски террористических атак. И вот что Юрий Николаевич ответил нам. Сейчас, как никогда, как раз требуется единение нашего общества, бдительность, безусловно. И даже ни в коем случае нельзя стесняться того, что будет посмешищем, когда сообщают о предмете каком-то обнаруженном. Либо о подозрительном поведении того или иного гражданина нужно обращаться в профильные органы. Потому что только сообщаемо можем победить террористы. Понятно, что, как говорится, везде сотрудников спецслужб не поставят. Если же говорить о работе спецслужбы, я в корне не согласен с теми, кто говорит, что спецслужбы не сработали. Во-первых, обнаружено еще одно взрывное срок, это было спецслужбы, это раз. И второе, не исключено то, что готовился террористов более серьезного масштаба, еще масштабнее. И спецслужбы как раз, меры, которые были приняты, упредили некоторые события. Значит, то, что лично президент России Владимир Владимирович Путин сегодня координирует действия, это тоже говорит о многом. И, конечно же, проведенный Совет Безопасности нацелен на работу спецслужб, выявление возможных соучастников данной трагедии, направлен на еще раз внимательно просмотреть места массового скопления людей. Это аэропорт, это железнодорожные вокзалы, это автовокзалы, это, возможно, какие-то мероприятия где-то проводятся. Поэтому объединенность должна быть, безусловно, во всех субъектах Российской Федерации. Если же говорить по нашему Красноярскому краю конкретно, считая, что и оперативный стаб, который у нас существует, сотрудники, и региональный управление своего по Красноярскому краю, главный по минимуму России по краю, это их слуша, они, конечно, нацелены были еще до этого. И сейчас особенно усиленный вариант на Синие Курлы в части недопущения возможного совершения такой вылазки со стороны террористов. Ну, теперь непосредственно к словам поддержки, которые выражают жители края, да и всей страны. Оксана Батуева. Уважаю питерцев, проявивших свою человечность. Горько, что повод был таким бесчеловечным. Анна Павлова. Как же хочется жить без плохих новостей? Просыпаться, улыбаться, слушать музыку, пить кофе, растить счастливых детей, бежать по делам, отвечать взаимностью, любить и жить, засыпать без плохих новостей. Лариса. Погибли ни в чем неповинные люди. Нам очень больно за петербуржцев. Господи, помоги пострадавшим. Соболезнуем родственникам погибших. Питер, мы с вами. Это из Красноярска. Светлана. Всегда была уверена, что петербуржцы особенные. И вчерашний инцидент это доказал. Яна. Уверена, что общее горе – это ужасное соболезнование. Родственникам приносит погибшим и выздоровление желает пострадавшим. Михаил. Трудно подобрать слова, чтобы выразить свое отношение к такому ЧП. Соболезнование родным и близким погибших. Скорбь по тем, кого не вернуть. Раненым. Быстрой реабилитации. Нам всем бдительности, сплоченности и уважения друг к другу. Артем. Выражает огромные соболезнования. Зло всегда получит наказание. Ваша боль – это боль наша тоже. Прошен Владимир. За час до того были там. Питер. Скорбим с тобой. Город-герой выстоит. И Алена из Москвы. Питер. Мы скорбим с тобой. Скорбит вся страна. Все города от больших до малых. Все люди от мала до велика. Как тонка бывает порой, это грань между прошлым и будущим. Цените каждый миг. Ну что же, на этом мы пока прекращаем нашу интерактивную студию. Но обязательно вернемся и зачнем еще слова благодарности, которых очень много во всех социальных сетях, ну и также в мессенджерах. Анастасия, передаю вам слово. Ну а Наталья, продолжаем следить за этой темой. Больших новостях на телеканале, неся я пока к другим темам. Формирование программы 14-го Красноярского экономического форума практически завершено. Утверждены участники площадок и основные модераторы. Свой приезд в Красноярск подтвердили 8 федеральных министров, например, энергетики и транспорта. В дискуссиях примет участие руководитель Оргкомитета форума, заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович. Ожидается прибытие руководителей основных экономических вузов страны. Основная тема предстоящего форума – обсуждение сценариев экономического развития России до 2025 года. В основном пленарном заседании примет участие и губернатор Красноярского края Виктор Толокомский. Планируется, что эксперты обсудят два доклада министра экономического развития России Максима Орешкина и председателя Совета фонда Центр стратегических разработок Алексея Кудрина о текущем состоянии и перспективах развития экономики страны. Есть некий элемент интриги по поводу этих разных позиций. Естественно, к ним будут относиться в том числе и представители крупного бизнеса. Она предполагается участие в первой пленарке Олега Владимировича Дерипаска, которая выскажет соображения со стороны, так скажем, большого бизнеса общества. Есть и другие интересные фигуры из бизнеса, которые будут принимать участие в основных заседаниях, и Тиньков, и прочие фигуры, которые на слуху. Поэтому рассчитываем, что, как и в прежние годы, Красноярский форум и Красноярский формат, такой открытый и заинтересованной дискуссией, будет сохранен. На 1 миллиард 824 миллиона рублей увеличилось финансирование краевой программы по переселению людей из ветхого и аварийного жилья. Такое решение сегодня принято на заседании правительства. Почти все деньги будут выделены из краевого бюджета. 3900 человек переселят в Красноярский эк. универсиаде 2019 года. Еще 134 человека получат новое жилье в Енисейске. Также на заседании правительства подвели итоги социально-экономического развития края в 2016 году. Как доложил первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Михаил Бершацкий, в целом индекс промышленного производства по сравнению с 2015 годом упал на 1,5%. Но это связано с модернизацией на Норникеле. Многие сферы показали рост. Например, золото добыли на 16,5% больше. Новые проекты в сельском хозяйстве, строительстве и металлургии привели к росту инвестиций. В совокупности, те инвестиционные проекты в разных отраслях, которые я упоминал, сформировали по итогам 2016 года в крае объем инвестиций в объеме порядка 420 миллиардов рублей с ростом в почти 1% сопоставимых ценах к предыдущему году. На универсиаде 2019 в Красноярске будут работать около 5000 волонтеров. Сегодня подготовку добровольных помощников обсудили участники комиссии по проведению всемирных студенческих игр. 21 мая начнется прием заявок в специализированных центрах и на сайте 29-й зимней универсиады. Большая часть волонтеров будет работать на спортивных объектах и пройдет общую подготовку, включающую работу в команде, изучение иностранного языка, истории города и края. Примерно треть добровольных помощников получит узкую специализацию и станет фельдшерами, переводчиками и гидами. Еще около 250 молодых людей направят в города, через которые спортсмены будут приезжать в краевой центр. Планируется, что волонтерский штаб укомплектует преимущественно из сибиряков, хотя будут привлекать желающих и со всей России, и даже из-за рубежа. Любое спортивное событие невозможно без очень качественной работы волонтеров. Его хорошее проведение невозможно без качественной работы волонтеров. Я это убеждался будущим спортсменом и тренером. Поэтому информация, которая сегодня поступила от нас, говорит о том, что вопрос достаточно глубоко проработан. Конечно, может быть, в нюансах не до конца есть еще дорешенные вопросы, но в целом этот подход, такой системный подход дирекции к теме обеспечения волонтерами нашей универсиады, он достаточно позитивный сегодня у депутатов вызвал оценки. В Федеральном Сибирском клиническом центре ФМБА появился аппарат, который лечит боль с помощью тока высокой частоты. С помощью новой методики избавить от неприятных ощущений можно людей с заболеваниями позвоночника. Зачастую такой способ является эффективным, даже когда не помогают медикаменты. Екатерина Погорелова расскажет подробности. Сейчас что вы чувствуете? Боль есть? Нет? Нет. Все хорошо сейчас. Сама процедура проходит безболезненно. С помощью рентгенаппарата врач проводит электрод, подключенный к генератору тока к больному месту. Там высокие частоты воздействуют на нерв. Получается, что сначала разогревают ткани до 90 градусов, током выжигают и сам нерв. Практика показывает, что, к сожалению, боль может возвращаться и на это может потребоваться от полугода до нескольких лет организму. Почему это происходит, пока никто не понимает. Но мы думаем, что это связано с тем, что снова восстанавливается иннервация этих областей за счет соседних нервов. Подобный метод подходит для лечения боли в пояснице, грудном отделе позвоночника и в шее. Зачастую за помощью обращаются люди с грыжей межпозвоночных дисков, воспалением суставов. Ирина Борисовна боль в спине чувствует постоянно. Лекарства и уколы практически не помогают. Почти всегда постоянные. Даже если вот уколы ставят, все равно где-то. Вот я только в госпитале отлежала, вышла, опять проколола пять уколов и все равно вот сюда пришла. Потому что очень тяжело ходить так. Вот просто она тянущая боль. Постоянная тянущая боль. Аппарат радиочастотный облиотца используют по всему миру для лечения боли. И он уже показал свою эффективность. В будущем красноярские врачи планируют избавлять от постоянной боли пациентов с онкологическими заболеваниями. Подобный аппарат для лечения боли единственный в нашем крае. Слуга это платная, но, как говорят врачи, эффект после процедуры сохраняется надолго. Для многих пациентов это единственный шанс вернуться к нормальной жизни без боли. Екатерина Погорелова, Алексей Гусев, Новости. В один из детских домов края прибыла делегация из заповедника Таймырский. Как участники проекта «Наши дети» приняли гостей, расскажем после рекламы. В прямом эфире большие новости на телеканале НСИ. Слова поддержки жителям Питера, людям, в чьи семьи пришла беда, родственникам, соседям, друзьям, тех, кто погиб и пострадал от теракта в питерском метро, сегодня говорят жители всей России. Что пишут в своих сообщениях красноярцы продолжает рассказывать моя коллега Наталья Винокурова. Продолжу, зачитывая слова поддержки жителям Петербурга, Ленар Габдулин написал, что сейчас время такое, неизвестно, что будет завтра. Радуйтесь, что живы и здоровы вы и близкие вам люди. Питер скорбим. Ольга написала, добрый, любимый Питер и питерцы, позвольте выразить вам мои и наши соболезнования. Очень больно, горько осознавать, понимать те боли и страх, которые сейчас в ваших сердцах. Но поверьте, наши души также страдают с вами, нам тоже больно и страшно. Держитесь, вся Россия с вами. Петербуржцы, вас так много у нас, мне кажется, я знаю вас каждого. Отзовитесь, скажите, что у вас все хорошо, мы переживаем и скорбим. С любовью, город Красноярск. Сегодня снова вздрогнул, как посмотрел лента. Всем погибшим светлая память. Но, к сожалению, не подписался пользователь. Наслаждайтесь жизнью каждый миг, когда никогда не знаешь, какой же тон последний. Скорбим с Питером. Илья Скитарева написала, включила новости, пребывала в шоке. Сама в Москве пережила такие вещи, была рядом, погибли коллеги, знакомые. Питер был не задет этим ужасом, но теперь и родной город получил незаживающую рану. Ужасная потеря. Под ником Фантаприат есть комментарий. Чей-то ребенок не пришел со школы, чей-то муж не вернулся с работы, чей-то мама не принесла продукты в дом. Все оборвалось в один миг из-за людей, считавших, что могут вершить чужие судьбы. Никто не вправе отбирать чужие жизни. Никто очень жестоко. Скорбим с Петербургом. Чудовищный взрыв в Санкт-Петербурге никого не оставляет равнодушным. Выражаем глубокие и искренние соболезнования вам, петербуржцы. Это Переславль Залевский. Виктория Ян. В последнее время очень напряженно смотреть новости. Там война, тут теракт. И вот Питер попался в эти сети нелюдской ненависти и злости. Питер скорбим, да упокоится с миром души невинных людей. Еще же у нас есть от Владимира сообщение. Огромные соболезнования. Надеемся, что виновники получат наказание. Очень много, все практически ленты заполнены словами поддержки и соболезнований, разными мыслями по всей России. Каждый город как-то отметился в лентах социальных сетей. Да и не только. Поэтому прочитать их всех очень сложно в эфирное время. Хочется добавить, конечно, что эта трагедия и виновники обязательно будут наказаны, если это вообще можно, конечно, искупить. Я сама была в Петербурге. И прекрасный город, и прекрасные люди. Мы желаем вам справиться с этой проблемой. Ну и, конечно же, мы поможем, как можем ее пережить. На этом у нас все сообщения к этому часу. И будем следить за развитием событий. Я передам слово своей коллеге Анастасии. Благодарю, Наталья, за то, что собрали такие важные слова и такие нужные сообщения. И зачитали их сегодня в эфире. Также выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Выпуск продолжаем и к другим темам. Рассказать о культуре северных народов региона и научить народным ремеслам воспитанников одного из краевых детских домов приехала делегация заповедника Таймырский. В прошлом году сотрудники заказника помогли в приобретении велосипеда для участника проекта телеканала «Инисей. Наши дети». И вот теперь у них появилась возможность познакомиться лично. Как прошла встреча, расскажет Сергей Сеславин. О национальных костюмах и под звуки этнической музыки сотрудники заповедника Таймырский рассказывают ребятам из детского дома о культуре северокрая. В ожидании этой встречи прошел почти год. Прошлой весной сотрудники этнографического музея и заказника в далекой Хатанге решили помочь мальчишкам и девчонкам стать участниками проекта «Наши дети» и отправиться в велопробег. Мы же телевизор смотрим и как бы в стороне остаться. У нас тоже у всех есть дети, внуки. И хотелось хотя бы какому-нибудь ребенку подарить частицу добра. У вас шла такая акция. И когда я предложила своим сотрудникам, никто не отказался, все согласились. Кроме такого музыкального подарка таймырцы привезли образцы народных поделок. Ребятам рассказали, как коренные жители северокрая изготавливают одежду, обувь и украшения. Все это вызвало неподдельный интерес у мальчишек и девчонок. Мне очень понравилось, оно, правда, забавное, развивающее для маленьких детей. И само интересно попробовать, и вообще прям интересно, как это делают одежду, как они что. И, как бы, правда, интересно. Для детей это реальная практика, реальная возможность не просто услышать, а еще и посмотреть на тех людей, которые там проживают, надо увидеть, услышать про ту культуру, которой занимается этот народ. Ну и вообще, как бы, развить свое мировоззрение, в конце концов. Кстати, эта встреча ребят и сотрудников заповедника не будет единственной. Уже летом таймырцы планируют вернуться и привезти с собой мастеров народного творчества, которые в течение нескольких дней будут учить воспитанников детского дома своим ремеслам. Сергей Сеславин, Всеволод Никитин. Новости. Животноводы Юга Края взялись за разведение оленей. На ферме в Краснотуранском районе около тысячи особей этого подвида благородного оленя. Более того, свои сельхозугодия фермер готов предоставить для прохождения практики студентов агрария в сибирских вузах. Тему продолжит Ольга Максюшина. Ну, у нас есть 3-4 головы, которые сбежали, скрылись и не попали на срезку. Поэтому они сегодня ходят с рогами. Столько моралов не увидишь ни в одном зоопарке. Их здесь более 800. Малыши обитают отдельно от взрослых. Животные находятся в огромных загонах, практически на воле. Тысячи гектаров земли, тайга и скалистые сопки обнесены высоким забором. На ферме работает 13 человек. Они заготавливают корма и ухаживают за животными. О том, что пора перекусить, моралы узнают по гулу подъезжающего КамАЗа. Юрий Мельдер трудится здесь с 2007 года. Каждый день проводит бок о бок с этими животными. Говорит, приучить их непросто. Олени ведут себя осторожно. Близко к себе не подпускают. При кормлении он спокойный. Но всё равно зверь есть зверь. Как бы не кормил, как говорят волк, он всё равно в лес смотрит. Так и здесь. Постоянно сами заготавливаем корм. А так сено, зерно всё сами готовим. Заваживаем, пока дорога станет. Большую часть моралов выращивают, чтобы получить панты, рога, которые спиливают по весне. Каждый год их закупают фармацевтические компании Горного Алтая. Там из пантов производят лекарства. Считается, что оно восстанавливает физиологические функции человека и поднимает иммунитет. От продажи рогов хозяйство получает основную часть прибыли. Но иногда продают оленят для пополнения популяции в других хозяйствах. Наши моралы живут в Рове-Мрусье, в Красноярске. Живут в Шарыповском районе. Вот буквально в этом году мы отгрузили 11 голов фермеру в Манский район. Там ферма начинает строиться. Ну, помаленьку процесс развития идёт. Производство не циклично, не постоянно. И доход денег всего один раз в год. Панты сдали, получили. Всё. В планах предпринимателя построить вторую племенную ферму, чтобы разводить телят Морала. Главная задача – довести поголовье до трёх тысяч. Совсем скоро площади сельхозугодий Моральника увеличатся на тысячу гектаров. Проект составлен с земля на стадии оформления. Более того, фермер намерен заключить договор с аграрными сибирскими вузами, чтобы здесь проходили практику студенты. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости. Сегодня в новой серии проекта «Сибирская мудрость» директор Красноярского отделения литературного сообщества писателей России Михаил Стрельцов рассуждает о том, чему можно научить и чему можно поучиться у современной молодёжи. Моя бабушка не умела говорить по тексту. Она не умела, она не знала, как. Мы её привезли из деревни, она не знала, как пользоваться телефоном с диском. А племянница с двух лет уже набирала, звонила кому-то, запоминала номера, маме, по крайней мере. И мне всегда казалось, что чем дальше развивается цивилизация, столько сейчас техники, и что молодёжь всегда должна, ну, на шаг впереди быть поколение перед ним, да, вот разбираться в технических вопросах. Тем не менее, вот сейчас работаю с студентами, хочется сказать, ребята, мы зачем изучали Word, зачем изучали Excel, да, чтобы вы в этом ничего не понимали. Мне что-то интересно, столько всего технических, всевозможных сейчас гаджетов, элементарных вещей, вот, молодые люди, получающие высшее образование, как правило, не знают. Это меня поражает, я не могу внести этим объяснение. А что касается литераторов, чему можно поучиться у них, я всё-таки с ними больше работаю, они больше знают, больше читают, больше информированы, больше целеустремлённы. Всё-таки наше поколение немножко такое приземлённое, да, мы так всё время жили в каких-то кризисах, да, начиная, там, с 80-х годов, всё время какие-то кризисы, всё время что-то, мы так аккуратно осторожничаем, а не смелые, вот смелости их завидовали. И к этой минуте это были все новости своей информации. Делитесь по телефону 236-01-36, комментарии оставляйте на сайте enisei.tv. Далее блок полезной информации и прогноз погоды на завтра. Удачи вам и хорошего вечера. Продолжение следует...